Вакцины спасают более 9 миллионов жизней каждый год, даже несмотря на то, что в них содержатся довольно опасные компоненты. Но именно в этом и смысл. Вакцины работают только благодаря опасным ингредиентам. Наши тела сами по себе неплохо защищаются от болезней. Когда незнакомый патоген вторгается в наше тело, патрульный лимфоцит поглощает несколько врагов, чтобы собрать необходимую информацию. Затем клетка включает химическую сигнализацию, доставляющую информацию об угрозе по командной цепи, провоцируя выработку специальных антител и клеток убийц, которые расправляются с остатками захватчиков. После битвы немного этих специализированных войск остается в организме, чтобы в случае возвращения захватчика можно было быстрее с ним справиться. Но некоторые патогены настолько сильны, что могут победить иммунную систему еще до создания эффективной обороны. Вакцинация дает организму возможность провести военные учения еще до настоящей войны, чтобы иммунная система могла создать достаточно оружия для борьбы с определенным патогеном. И для этого требуется внести немного захватчиков в организм. Но это враги, которых мы предварительно обезоружили, убили, вывели очень слабый штамп или расчленили их так, чтобы они были опознаваемыми, но не опасными. Вот, к примеру, формальдегид. Он является важнейшим ингредиентом в некоторых распространенных вакцинах, например, в вакцине от столбняка и от гриппа. Все потому, что он изменяет структуру этих патогенов, делая их безвредными. Это свойство формальдегида также делает его опасным в больших дозах и для людей. Но вакцины содержат всего крошечную долю формальдегида, потребляемого нами с пищей и ежедневно вырабатываемого в наших телах. Самая большая опасность формальдегида в том, что он может настолько повредить патогены, что они не смогут вызвать должную реакцию иммунной системы. Именно поэтому в некоторых вакцинах содержатся вещества-раздражители, приводящие иммунную систему в состояние повышенной готовности. Алюминий, например, вызывает небольшое раздражение на месте инъекции, что вызывает клетки иммунной системы, заставляя их встретиться с ослабленным патогеном. Алюминий в больших количествах может быть токсичным, но наши тела прекрасно выводят его из организма, сохраняя общую низкую концентрацию даже после множества прививок. Так что горы алюминия, ведра формальдегида и близкие встречи с патогенами в их полной силе явно плохие идеи, но контролируемая смесь всего этого, которую дает вам доктор, создана специально для того, чтобы держать нас в безопасности. Да, всегда есть шанс, что у организма будет враждебная реакция на некоторые ингредиенты вакцин, но намного страшнее было бы дать полиомиелиту, кори и другим смертельным заболеваниям, испытать на вас свои полные силы.